Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Только что мы с вами прослушали отрывок из Евангелия, в котором говорится о том, как Господь посылает на проповедь уже 70 своих апостолов. После 12 апостолов Он избрал еще 70 из тех, кого обратили апостолы, эти 12, для того, чтобы благая весть распространялась дальше. И дал им власть наступать на змея и на скорпиона, что им это не вредит, и изгонять нечистых духов. И вот они приходят к Нему радостные и говорят, что как же здорово, что и падшие духи, бесы, нам подчиняются, что удается их изгнать и исцелить людей. И Господь говорит им, лучше радуйтесь другому, радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. Дело в том, что иудеи считали, что бессмертие у человека есть тогда, когда он есть в памяти Божией. Вот небеса – это Бог. У Него есть память. И в этой памяти, если пока есть человек, то он жив и он бессмертен. Даже если он на земле умирает, то в памяти он все равно есть. И Господь может его в любой момент восстановить. Именно поэтому так страшно звучат слова в притче о неразумных жёнах, когда хозяин говорит, не знаю вас, не знаю, то есть нет вас в моей памяти. И лучше, если бы Господь сказал, знаю, и все твои грехи знаю, какой-то негодяй знаю, или какой-то там лентяй, чем сказать, не знаю тебя. Это значит, что тебя уже вроде как вообще нет. И вот эта память Божья, она представлялась в виде книги, куда Бог для памяти записывает, как бы записывает имена каждого. И вот Господь говорит, радуйтесь тому, что Бог о вас помнит, помнит, что Он о вас заботится, что Он вам помогает, потому что эти чудеса, которые вы совершаете, исцеляете, прогоняете беса. Это же, говорит, в общем-то, делается силою Божию. То есть, с каждым чудом надо радоваться не тому, что у вас это получилось, а тому, что Бог о вас вспомнил и дал эту силу, и что вы находитесь в её памяти. И потом Господь с такой радостью говорит, благодарю тебя, Отче, за то, что ты не разумным дал всё это, а младенцам, называя вот этих апостолов от семидесяти младенцами. Ну, конечно, среди них были совершеннолетние и даже, может быть, и какие-нибудь и престарелые или возрастные люди. Он называет их младенцами, потому что говорит об их духовном возрасте и как бы намекая на то, что есть духовные старцы. Это фарисеи, книжники, которые в изучении закона достигли больших высот. И они-то уж, конечно, не младенцы в законе. Но почему он благодарит Господа за то, что тот открыл это вот этим, можно сказать, ещё делающим первые шаги на стезе духовности, вот этим младенцам? Смотрите, он их назначает учителями, апостолами. Идите, научите, там, исцеляйте. А они сами-то без года недели, как услышали Слово Божие. И тем не менее, Господь говорит, благодарю, Отче, тебя за это, что вот ты правду скрыл от этих вот разумных учёных мужей и открыл этим младенцам, потому что он видит их такую молодую ревность, их желание служить этому. И главное, их бескорыстие, их радость от того, что они стали соработниками Божьими. В то время как вот этих вот разумных волновало совсем другое. Их волновало, как сохранить свою монополию на истину, как сохранить свою власть, как сохранить своё уважение. А, собственно говоря, распространение вот этих духовных истин, их даже и не волновало. Чем меньше будут люди знать, тем больше будут их уважать, тем больше будет им за это вознаграждение, за всякое толкование, за всякое объяснение. То есть получается, что, зная истину, они стремятся не к тому, чтобы она распространялась, а к тому, чтобы, наоборот, как можно меньше людей её знало, и таким образом сохранялась бы их власть, положение и деньги. И поэтому и во Христе-то они видели конкурента, потому что он подрывал их, вот эту монополию, на истину, и вот вообще назначал там 12 рыбаков, потом ещё 70 вообще, которые ничего не понимают, назначал их вот такими вот учителями и распространителями. Потому что служитель истины, по их мнению, заинтересован не в том, чтобы эта истина распространялась, а наоборот, чтобы она, как некий капитал, была бы у делом избранных. И вот в сегодняшнем апостольском зачале мы видим, как дальше, вот по младенчески чистым сердцем эти апостолы распространяют эту истину дальше. Вот замечательные слова апостола Павла. Он говорит о том, что вот есть плоды плоти и есть плоды духа. Ну, плоды плоти, понятно, это наши страсти, наши хотелки, наши немощи и так далее, и так далее. А вот плоды духа. Что это такое? Кротость, любовь, воздержание. И вот на них нет закона. Ну, действительно, вот как прописать? Что нужно сделать, чтобы тебе поставили отметку? Любовь есть. Ну, сделал ты одно, другое, третье. Вот три дела сделал, приносишь, говорит, дайте мне справку, что у меня любовь есть. А ему говорят, да не это нужно. А что нужно? А нужно любить. Вот. Кротость. Ну, вот можно там сказать, вот я там один раз там взмазал в ухо, а мог бы вообще убить. Кроткий, там, ещё что-то всё. Дайте мне справку, что я кроткий. Нет. Нет на это закона. Вот для христианина важно не делать то, что положено делать христианину и получить зачёт, а быть христианином. То есть, всё время проявлять свои христианские качества, любить, жалеть, милосердовать, воздерживаться и удерживать себя от страстей, от гнева, от кростолюбия и быть кротким и смиренным. И вот тогда ты и будешь христианином. И вот на это нет закона, не прописано нигде таких правил, чтобы можно было сказать, вот, я все правила выполнил, всё, дайте мне удостоверение. Христианина. Может быть, даже какого-нибудь там вип-класса, чтобы в рай в первые ряды, в портер, а не куда-нибудь там на галёрку. Вот. И самое главное, а какие же дела? Должны быть за этим какие-то или есть дела? Которые должны быть за этим? И тоже не прописаны они в законе. Это дела любви и милосердия. Поэтому и говорит апостол Павел носите бремена друг друга и так исполните закон Христов. Вот этот вечный спор, как же, так сказать, вот спасаться делами или верой, он происходит отсюда. Потому что, вот, были споры. Не оправдайтесь от дел закона. От дел закона. Потому что нет в законе ничего такого, чтобы можно было показать, явить себя христианином и любящим человеком. А вот дела любви и милосердия, вот это именно то, что и поможет тебе исполнить закон Христов. Итак, носите бремена друг друга. Аминь. Аминь. Аминь.